Девушки отдыхают К моему творчеству, к стихам и песням собственного сочинения моего канала. Ну что, друзья, вот, наконец, я собрал все свои силы для того, чтобы что-то вам опять подарить из моих новых работ. Пока я был, так скажем, пребывал в больничных корпусах Нижегородской области, Нижний Новгород, Дзержинск, в онкологических центрах. Так, что скажу вам, ребята, друзья мои хорошие, вы уже, наверное, поняли, что у меня такая вот судьба произошла со мной. Вот. Ну что скажу, перенес я операции тяжелые, маленько вот уже восстановился. И вот опять я вам хочу сказать, дорогие мои, это все у меня произошло после ковида. Осложнения все пошли. Так что, друзья, я вас прошу, будьте осторожны, берегитесь этого ковида. Это зловещая штука, которая действует на весь организм. И я это почувствовал всем нутром. И вот кто лежал со мной, все, кому делали операции, тоже онкологические заболевания у них у всех, после ковида. Вот такая штука. И я понял, ковид – это зловещий враг для организма нашего. Так что, друзья, я вас прошу, остерегайте его. Делайте то, что вам говорят. Носите маски, остерегайтесь всяких вещей таких подобных, всяких простуд, гриппов. Нельзя поддаваться ему, никакой провокации этого ковида. Иначе он пролезет и сделает то, что сделал со мной и с многими. Так что вот, друзья, теперь что хочу сказать. Я скоро выпущу ролик, для которого будет интересно. Особенно для тех, у кого выведен. У кого выведен. Вот я вам сейчас покажу, кто у меня выведен. Вот, у меня выведен стома, колоприемник. Вот этот вот шрам, шов, 40 сантиметров, полобок. У меня операция была такая сложная. И вот стома выведена. И я про эту стому отдельно сделаю передачу, видео. Как нужно с ней обращаться, как чего. У меня есть маленький такой, как сказать, изобретенное средство для того, чтобы с этой стомой обращаться, как ее чистить, как чего. И это я все после покажу, для кого это интересно. Вот и все. Если кто знает, вот этот вот, колоприемник. Вы, наверное, увидели. Я маленько вот поднимусь. Вот. И покажу. Вот, колоприемник. Это стома, значит, все. Я немножко с ней обращался. Как бы трудно было, трудновато в первые дни. Теперь я, в принципе, наладил. Мне жена помогала. Все. Вот. И теперь я сам справляюсь почти. Только клеить мне его. Жена помогает. Остальное я делаю сам. Это ладно. Вот. Потом, что? Вот у меня сожглась рука от химии терапии. Здесь она у меня перевязана, правда. Вот здесь еще видно. Может быть, кому-то видно. Там я поднесу вот. Я поднесу вот. Может, кому-то видно. Вот. Ожог небольшой. Но тут у меня ожог произошел очень сильный, серьезный. И чтобы вены больше не палить мне и не вредить мне, мне сделали порт, поставили в шире сюда. Порт. Кто знает это, что такое? Это, значит, такое устройство, в которое тоже капаются всякие лекарства. Мне сюда химию капают. Но он, это устройство, оно дано для чего? Чтобы уже больше не вредить вены. Не сжигать вены. Так что, друзья мои, кто если попадет с такой патологией, онкологией, если что-то будут вам делать вены, лучше ставьте порт. Это всех лучше. Что я знаю теперь. Мне вот сейчас полегче с ним. Вот. Он у меня вшитый. Операция была минут 40, наверное. Все хорошо сделали мне тут. Вот тут он у меня находится. Я уже не буду показывать вам, открывать все прелести мои. Вот. Но как вот я ложусь на химиотерапию, мне, значит, цикапают через него уже. А химиотерапия мне назначена буквально 14 сеансов. 14 сеансов мне назначено. Вот я уже прошел 4 сеанса, еще осталось 10. Это значит, я подсчитал, по март месяц я буду делать химию. Так что вот, друзья мои. Ну, а теперь что я вам скажу. Мне пожелайте только здоровья дальнейшего. Вот и все. А все остальное прибудется, все наладится, наверное, я думаю. Вот. И вам сейчас я спою опять песни мои, сочиню. Но и новые для всех вас. Вы давно меня ждали. И вот я опять. Алексей, доктор Леша перед вами. Правда, вес я сбросил. Вот одел вот такую вот футболочку интересную. И знаете, сколько этой футболочке лет? 44 года. Вы видите, 44 года я ее купил. В 1978 году. И вот дождалась она меня. Я похудел на 30 с лишним килограмм. Был 95, а стал 64 килограмма. Вот все. Теперь я вошел в юношеский возраст. Когда я весил... Когда у меня размер был 46-44. И вот я влез в 46 размер. Вот я перед вами. Вот такой вот стройный теперь сейчас сижу. Ну что, друзья. Песни новые, как всегда. Итак, поехали. Застыла ночка зябким утром на яморях. И фонари глазеют баристально во тьме. Я оторву на яморьский лист календарям. Декабская погода свойственна земле. В свое утро опять я химию лечу. В онкологическом диспансе привычно. Мне в порт поставили, поэтому не сплю. Зато я вены не сожгу вполне отлично. Номер 39. Улица Ватутина. Онкологический диспансер для больных. Медперсонал, врачи, имя сестер здесь лучшие. Спасибо, что нас лечите таких плохих. А за окном мороз сильнее. Все крепчает. Деревья до сих пор в стеклянном серебре. Душа моя опять невольно так скучает. А что деревья хоть в зеркальном хрустале. Я познакомился здесь ногами поближе. С Сергеем из тринадцатой палаты тут. Он мне поверил обо всем и я услышал. А по большому счету дома навсегда. Номер 39. Улица Ватутина. Онкологический диспансер для больных. Медперсонал, врачи, имя сестер здесь лучших. Спасибо, что нас лечите таких плохих. Медперсонал, врачи, имя сестер здесь лучших. Спасибо, что нас лечите таких плохих. Медперсонал, врачи, имя сестер здесь лучших. Спасибо, что нас лечите таких плохих. Спасибо, что нас лечите таких плохих. Спасибо вам. Спасибо, что нас лечите.